здравствуйте уважаемые подписчики канала прокачка сегодня мы поговорим о том можно ли тренироваться на бустой желудок значит тренировки натощак давайте подробно разберемся когда мы тренируемся натощак у нас низкий уровень глюкоза у нас скорее всего уровень гликогена не до конца заполнен то есть уровень гликогена ниже чем нужно было бы следовательно мы источим свою систему гликогена раньше чем обычно чем например если бы мы покушали до тренировки что из этого следует это из этого следует что в тот момент когда заканчивается гликоген наш организм начнет для силовой работы тяжелой силовой работы окислять значит произведите производить глюкозу из аминокислот в результате такого процесса который называется гликунеогенез происходит в печени для выработки глюкозы почему так происходит потому что при силовой работе у нас при интенсивной силовой работе у нас работают гликолитические мышечные волокна которые используют топливом главным образом глюкозу не жиры жиры у нас в избытке мы можем их страдить сколько угодно например ходить не очень быстром темпе в довольно таки быстром темпе можно сколько угодно там больше жиров будет окисляться будут окисляться жиры за счет этого в основном высвобождаться энергии особенно в условиях когда у нас достаточно гликогена при силовой работе тратится в основном гликоген жирные кислоты при этом практически не задействуются поэтому тренировка натощак будет вызывать катаболизм мышц если вы уже тренируетесь натощак не можете поесть до тренировки то стоит хотя бы принимать какие-то bca размешанные в воде либо немножко сахарку либо метку в воду добавить чтобы немножко в общем уровень гликогена поддерживать во время тренировки чтобы не так быстро истощить уровень гликогена еще лучше добавить кофеинчик который будет задействовать жирные кислоты в большей степени экономия гликоген либо какой-то подобный кофеин жиросжигатель типа эфедрина если есть возможность такая натощак не стоит тренироваться потому что это щревато катаболизмом и разрушением мышечной ткани одна из теорий с теории мышечного роста теория основоположник который ну самый главный самый известный основоположник силуянов которого сейчас многие известные атлеты о котором говорят о его методике проработки медленных мышечных флоган говорит о теории накопления значит мы должны разрушать как можно меньше мышечных тканей и как можно больше стимулировать их рост в дальнейшем с помощью гормонов ионов водорода источение кретинфосфата и накопление аминокислот в мышцах с этой точки зрения естественно что тут до тренировки обязательно нужно поесть поэтому не забывайте ставить лайки и подписываться на канал прокачка здравствуйте уважаемые подписчики канала прокачка сегодня мы поговорим о том можно ли тренироваться на пустой желудок значит тренировки натощак давайте подробно